В Тверской области стали старт учением по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах региона. Торжественная церемония, посвященная этому событию, прошла в субботу, 22 сентября. Губернатор Игорь Руденя и приехавший в Тверь полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления компании Россети Павел Левинский и генеральный директор ПАО МРСК Центра Игорь Маковский осмотрели образцы техники, которой предстоит работать на территории Тверской области в ближайшие месяцы. Бригадный автомобиль, грузовой отсек, можно разместиться, можно остаться на ночь. В принципе, так часто и бывает, когда аварийный восстановитель на работе, когда небосуточный работает. Среди обывателей слово учение зачастую воспринимается как нечто условное. Однако в данном случае учения энергетиков будут иметь вполне осязаемый результат. У нас прекрасная инфраструктура, прекрасная природа, но этого недостаточно для того, чтобы люди чувствовали себя счастливыми на своей территории. И основная задача, результат учений, которые сегодня проводятся, это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, в любое время года. Со своей стороны мы окажем всестороннее содействие, поддержку и организацию проведения такого мероприятия. Территория Тверской области крупнейшая в Центральном федеральном округе. Соответственно, здесь очень большая протяженность электрических сетей. От состояния этих сетей зависит очень многое. Зависит и комфорт жителей, которые проживают на территории области, и работа промышленности, работа социальных объектов, больниц, школ в первую очередь. Для того, чтобы сделать эту работу более комфортной и более стабильной, проводятся такие учения. Что касается аварийности на сетях, то ее уровень по итогам учений должен сократиться вдвое. Такую цель перед своими структурными подразделениями поставило руководство компании «Россеки». Достичь ее будет нелегко, особенно с учетом того, что треть линий электропередач Тверской области проходит по лесным массивам. За три месяца мы должны произвести расчистку 6,5 тысяч гектар просек, произвести расширение просек для того, чтобы не допускать повреждения линии в объеме более 1 тысячи гектар и произвести замену наиболее подверженных к аварийности участков прохождения воздушных линий уровня 0,4-6-10 кВт в объеме 530 км с голого провода на СИП, самонесущий изолированный провод. Собственными силами Твериэнерго выполняла бы эту задачу в течение не просто ряда лет, а 10 лет. Как заметил заместитель министра энергетики Андрей Черезов, за последние три года зафиксировано снижение временных затрат при устранении аварий на сетях. Стартовавшие учения позволят еще более усовершенствовать действия энергетиков. «Персонал в рамках этих учений в том числе обучается определять, сколько сил и средств какие, в какое место их нужно и в какое время доставить». Участникам учений, а это бригады энергетиков из 20 регионов страны, были выданы задания, которые им предстоит выполнить в срок до 22 декабря, когда подведут итоги мероприятия. Эффект от работ, которые выполнят специалисты Россетей, в будущем смогут ощутить жители всех уголков Тверского региона. «Более 5100 человек будут одновременно работать на нашей территории, более 850 единиц с техникой. Очень важное событие, которое не имеет прецедентов и аналогов в предыдущей истории развития Тверского региона». Юрий Бумбур, Виталий Осипов, Илья Харитонов, ТВ Тверь.